Долго не буду рассуждать, наверное. 2-2. Счет, как говорится, как мог быть положительный, так и отрицательный. Могли и выиграть, и проиграть. Но что касается первого тайма, то в принципе была такая, как бы сказать, более закрытая игра. Никто не хотел, наверное, рисковать. Где-то мы в центральной зоне, две команды пытались вскрыть. В принципе, у нас получился один момент, в котором мы не выжили в первом тайме. Если бы забили, наверное, немножко по-другому, может быть, в перерыве можно было бы подсказать ребятам. Так, в принципе, в втором тайме вышли сразу. Инициативу, наверное, немножко взяли под контроль мяч, начали разворачивать. Логически забили гол. Как бы немножко начали нагнетать, забили гол. То есть не гол забили, а заработали пенальти. После заработанного пенальти, опять же, игра вроде бы, бетой надо было атаковать. Вроде бы хотели, как бы не то, что на удержание, но играть, так же атаковать. Но случилось штрафной, при котором наш футболист получил травму, который должен был с Драгуном играть. В принципе, может быть, здесь немножко не разобрались, и Драгун забил нам гол. Ну, после там стандарта, дальше продолжение, не успели перестроиться. Ну, и потом потеряли концентрацию при обороне, совершили невынужденную оценку, ошибку в центре поля, где надо было сохранять мяч, и мы хотели развить через центр. Пошла быстрая атака, и вторым темпом, на что мы обращали внимание, особенно левый защитник, у них Филиппович, который правоногий, наш, опять же, надо смотреть точно, но, скорее всего, не успел доиграть наш нападающий крайник, который должен был с ним доигрывать. Но потом, после этого, ребята не остановились, так же хотели отыграться, чем, в принципе, прошла очень хорошая комбинация. Через хождение к раннему защитнику, где мы завершили, сравняли счет. Нет, это вынужденная была, потому что у нас Рома Бегунов получил травму, к сожалению. Ну, я как-то не могу сказать про соперника, что посвежее, не посвежее, я про свою команду могу сказать. Наша команда, ну, на мой взгляд, мне показалось не то, что сказать, что мы были свежее, то есть я доволен физическим состоянием наших ребят, можно так сказать. Может быть и мог, вы знаете, но мы проигрывали, нам надо было освежать, то есть он как раз, уже замена была, планировали, чтобы нам еще хотели выиграть, естественно. Хотели освежить, чтобы выпустить Авриню, чтобы он дал скорости, потому что Ваня тоже сделал очень большой объем работы. В принципе, да, практически сами ответили, в принципе, до этого стандарта, момента практически не было ничего такого, чтобы сверхъестественно, где-то мы, у нас нарушилось в какой-то из линий, либо в оборонитель, либо в атакующей. Но момент, то есть со стандартным положением мы пропустили, да, атмосферу. Ну, конечно, когда приходит, не знаю, сколько сегодня было, в первую очередь сказать спасибо болельщикам, все равно, как бы не было, мы играем для них хорошо, либо плохо, то есть стараемся, чтобы они получали удовольствие. Если они будут получать удовольствие, их будет еще больше ходить, то есть надо добиваться результата. Естественно, если будет, чем больше будет ходить болельщиков, будем получать заряд энергии от них, будет еще легче, еще ребята будут играть лучше. Мы исходим из того, есть какие-то физические данные, то есть есть какие-то тактические моменты, то есть все от этого зависит, кто в какой форме находится, кто как отыграл прошлую игру, позапрошлую. То есть это не то, что мы там захотели взять, давайте завтра будет играть вместо там Быкова, еще кто-то будет играть. Нет, это идет анализ, после которого мы можем предположить, что на данный момент какой-то футболист находится в хорошей форме. У нас нету в команде слабых или каких-то футболистов.